Мне хотелось еще предложить текст, записанный во втором послании Тимофею, третья глава, сначала. Это отчасти где-то пророчество о последнем времени. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшиеся». Друзья, это Павел рисует портрет современного верующего. Характеристика христианина, потерявшего силу. Человек, который не любит делать добро, и человек, который не желает воздавать за добро. Это признаки последнего времени. Люди, потерявшие силу. Что значит, друзья, благодарить? Благодарить от сердца, один человек так сказал, это значит ощущать на себе прикосновение самого Бога. А другой подметил, что нет на свете излишества прекраснее, чем излишек благодарности. Излишек благодарности. Такие люди, они никогда не надоедают. Я заметил, друзья, вот в последнее время обратил внимание на три категории или три типа людей. Удивляюсь им. Ну, первая категория, что есть люди, которым ты не сделал ничего доброго и ничего хорошего, они говорят тебе все равно спасибо. Вы не встречали таких, друзья? Когда вам ни за что говорят спасибо. Я вот так занимаюсь уже несколько лет перевозками людей. И вот человек передает за проезд. Даешь ему сдачу. А он тебе в ответ спасибо. Я думаю, как-то даже неудобно. Думаю, за что спасибо? Это люди, которые не скупятся на это слово. Благодарю и спасибо. Вторая категория людей. Это когда человек сделан для тебя очень-очень много доброго. И ты не в силах и не можешь ему воздать тем же. И просто ему говоришь сердечное спасибо. А он тебе в ответ не за что. И думаешь, ну как это так? Почему же все-таки не за что? Есть за что. И последняя категория людей это когда человек для человека делает очень много доброго. И он не может сказать ему даже от сердца. Благодарю. Я как-то встретил такого человека. Он попросил мне немного денег. Ему там нужно было или на проезд, или на хлеб. И когда я ему дал, он говорит, спасибо, не говорят. Вот такие бывают. Вот такая обычая, такая традиция. Вот три типа, три категории людей. И вот в последнее время люди все чаще и чаще мы видим, что дела Божии и проявление Божие присваивают случаю, присваивают природе, присваивают науке. Осталось, наверное, только единственное вот это избитое выражение. Ну, слава Богу. Вы слышали, наверное, такое, да? Когда люди говорят, ну, слава Богу. Как будто бы Богу делают одолжение. И, наверное, и у нас отчасти где-то иногда проскакивает это отвратительное ну. Давайте попробуем благодарить Бога без ну. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, слава Богу. Благодарить Бога от сердца. Мне хотелось предложить место еще для размышления, записанное в книге Иова. Вторая глава, десятый стих. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Друзья, этот стих в последнее время звучит совершенно по-другому. Доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Вот так, наверное, более понятно по смыслу и чаще всего встречается. Доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Это то, что противно вот нашей испорченной природе, нашему я. Доброе примем, а злое злое непонятно, тем более от Бога. последний раз разговаривая с несколькими там молодыми людьми, вот, засыпали буквально меня вопросами и один тоже был вопрос, ну, почему вот от Бога такое бывает, когда дети страдают, умирают, болеют и многое-многое другое. У людей сложилось представление такое, что только доброе, только доброе мы будем принимать от Бога, а злого злого не будем принимать. Так вот, научиться принимать злое, научиться принимать наказания Божьи, удары Божьи, терпеть раны, которые наносит нам сам Бог, это может только истинный христианин. Один человек, один миссионер когда-то сказал такие слова, порою я чувствую себя ионой на корабле, плывущем фарсис. Такое впечатление создается, как будто бы все беды из-за меня происходят на этой земле. И такое бывает. Часто мне на память приходит текст «Есть и такая суета на земле» Екклесиаста 8.14 «Праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых, и нечестивых бывает постигает то, что заслуживали бы дела праведников». Друзья, удивительно, это несправедливо. В какой-то степени, да, это несправедливо, можно так оценить. Ну, как это так? Праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых и наоборот нечестивых постигает то, что заслуживали бы дела праведников. Друзья, с кем такое произошло впервые? Я думаю, друзья, больше всех претерпел эту несправедливость, это наш Господь на кресте. Он тот, который не сделал ничего худого, не сделал ничего злого, не сделал никакого греха и не было лести в устах его. И он понес на себе грехи всего мира. И он пострадал как самый последний нечестивый человек на земле. И когда он висел на кресте, все оставили его. Никто в тот момент не назвал его своим Господом. Никто его в тот момент ни о чем не попросил, как только один единственный разбойник, который сказал, Господи, помяни меня, когда придешь в царстве твое. Так вот, друзья, если Господь праведник понес на себе грехи всех нечестивых людей, и его постигла такая судьба, тем более мы с вами, есть и такая суета на земле праведников, постигай то, что заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивым бывает и то, что заслуживали бы дела праведников. Да, друзья, много общего, много общего у нас бывает с нечестивыми, много общего. Мы с вами болеем так же, болеют наши дети. Мы попадаем с вами в автомобильные катастрофы, так же, как и они. Нас сокращают с работы, нас не понимают, над нами смеются, многих из нас постигают различные неудачи, неуспехи, многие, многих жизнь проходит в бедности, многие умирают ужасной, тяжелой смертью. Не правда ли, друзья? Бывает так, бывает, но не со всеми и не всегда. Не так давно мне звонил брат Алексей Сенцов, и он рассказывал, может быть, вы слышали, не знаю, как умер Борис Сергеевич Сенцов. Говорит, в воскресенье на собрании сказал проповедь о Царстве Небесном. Весь такой цветущий, радостный, ходил конфеты всем раздавал и в этот же день умер. Так тихо и удивительно, да, друзья? Удивительно. Вот, наверное, такой смертью хотел бы умереть, может быть, буквально каждый верующий. Или, как у Иакова было, помните, сложил ноги свои на постель и приложился к народу своему. Вот такие бывают смерти. Бывают по-разному, но научиться принимать все из руки Божьей это великое достижение. И вот, когда мы читаем про Иова, такие слова, это в 42 главе, это уже заключительная глава, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Друзья, ну, а вот, если бы не дал вдвое больше Иову, могло бы быть такое? Может ли у Бога быть такое, чтобы вот человек нес всю жизнь страдания, болезни, потери, утраты, несчастье, и под конец Бог не воздал вдвое? Может быть такое? Друзья, а если бы Бог ему не воздал, если бы он и умер так вот в одиночестве, в проказе, он бы остался праведником? Я думаю, остался бы. Поэтому мы читаем с вами в послании к евреям, это те люди, которых весь мир не был достоин. И Бог о них говорит 11.39, они не получили обещанного. Они не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Вот так бывает, друзья, и так может быть. Если здесь мы на земле не получим восток рад то, чего обещал Господь, то мы обязательно получим это в вечности. Они не получили обещанного, потому что Бог о них усмотрел нечто лучшее. Это нечто лучшее Бог усмотрел и для нас. И поэтому Библия учит нас благодарить за все, за всех и всегда, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашему. Поэтому пусть Бог нас научит принимать удары Его, наказания, так же и как и благости и благословения всегда принимать все, как из руки Его. И пусть Он прославится через нашу жизнь, через наше хождение и через наши молитвы. Ему добудет за все слава. Аминь. Помолимся еще раз. Аминь.